Дети Азии В полуфинале наши спортсменки, как и юноши, уступили сборной Беларуси. В битве за третье место волейболистки со счетом 3-0 одолели сборную Узбекистана. Поздравляем наших спортсменов с призовыми местами и продолжаем новости спорта. Большое событие в жизни конного спорта Хакасии. На республиканском ипподроме прошел первый кубок нового спортивного объединения республики. Федерации спортивных и национальных видов конного спорта Хакасии. Среди дисциплин соревнования по выездке и конкуру. Но правила традиционной дисциплины необычные. Конкур называется на максимум баллов. Существуют классические конкура, где всадник преодолевает определенный маршрут, уже заданный ранее. Например, если это маршрут на чистоту и резвость, то ему нужно преодолеть, не сбив ни одной жерди, за минимальное количество времени. Либо маршрут с перепрыжкой. А сегодня у нас установлено на конкурном поле 10 препятствий. Преодолеваются они их с разных сторон. Каждое препятствие имеет определенные баллы. То есть препятствие номер один имеет 10 баллов. Препятствие номер 10 – это 100 баллов. Они стоят по сложности. И всадник сам себе выбирает маршрут. За определенное количество времени, например, за 70 секунд, он должен преодолеть максимальное количество препятствий и набрать максимальное количество баллов. Федерация спортивных и национальных видов конного спорта Хакасии строит большие планы. Впереди соревнования для начинающих спортсменов и фестиваль конного спорта. А на прошедшем кубке выступили 80 пар, в том числе всадники с ограниченными возможностями здоровья. В следующем выпуске мы расскажем об одном из них более подробно. И об успехе нашей всадницы в Хакасию из Новосибирска с серебряной медалью вернулась Елизавета Войткев. Она стала второй на первенстве Сибирского федерального округа. Было очень так тяжело, потому что там была очень жаркая погода. Были такие условия тяжелые. Но мы справились. Два дня лидировали. В последний день нас чуть-чуть подвели некоторые палочки на конкуре. Итог – второе место. Я очень довольна этим результатом, потому что с конем я недавно работала. Открытая тренировка от ведущих боксеров Хакасии на свежем воздухе. Очередная спортивная пятница в Абакане получилась очень динамичной. Смотрим наш видеоотчет. Мастер-класс наших чемпионов, сборников, которые готовятся на чемпионат мира. Ветераны наши с бокса пришли. Проверить силу удара можно еще. Чтобы обыкновенный мальчик пришел, мальчик, девочка, любой человек пришел в спортзал. Спортзалы у нас бесплатные. Тренировки бесплатные, все для детей. Думаю, что на такие маленькие, незначительные мероприятия придут люди совсем немного. И придет только тот, больше всего ожидается, что в котором есть изюминка. И вот он еще больше загорится и выйдет на высокий уровень, как вот в ближайшее время вышли наши ребята. Первые номера сборной страны. Готовимся к чемпионату мира. А теперь о новом, очень необычном, околоспортивном увлечении. Диско-футбол. Здесь тоже можно сбивать голы, но победу они вам не обеспечат. Главное – динамичный, яркий танец на поле. Исполнение оценивают судьи почти как в художественной гимнастике. Спортивные журналисты мира считают, что диско-футбол составит настоящую конкуренцию хобби-хорсингу. Это скачки на палочке с лошадиной головой. В общем, чего только не придумают, чтобы оставаться на спорте. На этом все. Свежая подборка главных новостей спорта Хакасии через неделю. Но я не прощаюсь с вами. Уже завтра смотрите свежий выпуск программы «Лера на спорте». На этот раз будем знакомиться с вейкбордом. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин